Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун займется законом о пересадке органов. Гражданка США пообещала протолкнуть инициативу Верховной Раде. Сейчас в стране действует правило, нельзя проводить посмертную трансплантацию, если при жизни человек не дал согласия на это. Супрун предлагает отменить запрет. У нас есть законы о трансплантации. Это очень важный момент. У меня есть хороший друг, который уже 16 лет ждет трансплантации. Я лично буду прикладывать все усилия, чтобы как можно быстрее этот закон был принят. В стране полагают, что посланница из Вашингтона может играть в пользу своей заокеанской второй родины. По некоторым данным, в США нуждаются в пересадке 120 тысяч человек. Так и не дождавшись, донора каждый день умирают больше 20 жителей. Если украинские народные депутаты одобрят презумпцию согласия, то Украина может превратиться в белый рынок органов. Супрун разглаивал украинский Минздрав в конце июля. Теперь от нее ждут скорейшие реформы здравоохранения. Чиновница выросла в Детройте и переехала с мужем в Киев в разгар событий на Майдане. Как утверждает украинская пресса, она помогала раненым на площади незалежности. На Майдане незалежности, площади независимости, если по-русски. И раздавала украинским армейцам аптечки, как у бойцов НАТО. Ближайшие планы Ульяны Супруна обсудим с политологом, журналистом, писателем, заместителем руководителя информационной службы движения «Украинские выборы» Еленой Маркосян. Елена Петровна, приветствуем вас. Итак, очень многие опасаются, что с приходом нового Минздрава на Украине может вовсю заработать нелегально, но получается уже белый рынок органов, и все они будут отправляться за океан. Вы разделяете эти опасения или нет? Я знаю, с какими сложностями сталкивается вообще это наше злосчастное министерство. Никто из наших врачей и авторитетов, собственно говоря, не пошел бы сейчас работать туда. Но я чувствую, что есть определенная стратегия, которая идет в отношении здравоохранения, как это все сейчас реформируется, и персона нового министра меня пока не обнадеживает. Я не вижу, что есть какая-то стратегия на реформирование здравоохранения. Вот то, что касается трансплантации, эту проблему я понимаю. Она для них актуальна. Она актуальна для США в первую очередь. Потому что у нас это не очень распространено. И для того, чтобы наши клиники могли это полноценно делать, скажем, для граждан Украины, то для этого нужно модернизировать эти многие клиники. У нас этого просто сейчас на это средств нет. У нас закрываются бомицы, у нас сокращаются койко-места. Поэтому я не чувствую, что это делается для Украины. Вот это меня реально пугает. А что-нибудь делается сейчас для Украины, по вашему мнению? Ну, если говорить вообще, то можно сказать очень много. Но на самом деле, если говорить здравоохранение, у нас колоссальные проблемы, которые касаются отсутствия вакцин, сывороток, с чем сталкиваются родители. У нас несколько просто случаев, которые были в последнее время, что дети умирают от столбника. Это вопиющие случаи. Такого у нас, я не знаю, я помню, как в школе это все проходили. Мы все это делали в обязательном порядке, повторялось. И более того, я понимаю, что это возможно сделать. Для маленьких детей новорожденных у нас очень часто нет вакцин, которые всегда делаются детям, когда они рождаются. С этим колоссальная проблема. Дина, извините, что я перебиваю. Вот сейчас смотрю украинские РБК, и там новость висит, что Супрун заявляет о полной остановке процесса госзакупок в Минздраве. Что это означает? Ну, я знаете, почему сказал, что есть определенная стратегия. И я не знаю, что это означает в ее представлении, потому что она пока еще вообще не ориентируется в том, что происходит, что собой представляет наш аппарат чиновничий, что представляет собой наше министерство, вообще, как эта машина работает. И судя по ее биографии, она такой же врач, как я, хирург, любитель. Понимаете? Она получила профессию врача, ну сколько, 25 лет тому назад, по-моему, да? Она вообще уже перестала заниматься этим. Она вышла замуж, она стала участвовать в каких-то общественных проектах. 25 лет назад это произошло. Чтобы получить образование врача в Соединенных Штатах Америки, еще поработать врачом, это годы жизни. Это не год, не два, не семь, это 10 лет. Я не знаю, какой она была врач, но то, что она была функционером последние 25 лет, причем функционером, представляющим интересы украинской диаспоры в США, здесь абсолютно никаких сомнений нет. Елена, можно еще вопрос о трансплантации, может быть, в более, наверное, частном порядке после государственного переворота на Украине, или, как называют, в незалежной революции достоинства. Очень многие заговорили, что, и на цифрах показали, что уровень жизни крайне низкий, он упал, и многие люди стали обращаться, вот реально, они хотят продавать свои органы. Вы на частной, может быть, практике, может быть, в разговоре с друзьями, с соседями сталкивались с этим. Действительно, есть такая история, что люди, ну, чуть ли, там, не знаю, не от голода, может быть, я, конечно, утрирую ситуацию, но готовы расстаться своими органами, чтобы прокормить детей, свою семью. Вы знаете, и на самом деле закон о трансплантации, он необходим. Потому что есть случаи, когда родители хотят отдать детям свои органы. Есть случаи, когда человек хочет завещать это. Понимаете, по-разному можно относиться к этому. Меня устроит любой закон, если в нем будет сказано, что разрешена трансплантация для граждан Украины этих органов. А пока такой строчки нет. Пока такой строчки, извините, нет. Да, спасибо огромное. С нами был политолог и журналист Елена Маркотен. Мы говорили об украинском здравоохранении и новом законопроекте о пересадке органов. Надо сказать, экономисты из университета Чикаго проанализировали, каким образом вообще функционирует рынок донорских органов во всем мире. Сейчас довольно трудно проследить за развитием маркета, так как из всех стран мира, лишь Индия и Иран, юридически разрешили выплачивать финансовую компенсацию донорам. Причем компенсация предлагалась как живым, так и семьям умерших. И предлагается. Гипотетическая цена на человеческие органы базируется на трех основных факторах, трех китах, если хотите. Это понижение качества жизни донора, о чем мы уже говорили. Вероятного ухудшения здоровья, что в свою очередь может привести к смерти донора, а также временной или полной утрате работоспособности. Главный вопрос звучит так. Какая компенсация способна убедить доноров пойти на добровольную сдачу своих органов? Открываешь интернет и понимаешь, продают сейчас все. Почки, печень, семя, яйцеклетки, костный мозг, волосы, роговицы, глаз. Например, человеческую почку сейчас можно продать вплоть до 100 тысяч долларов, в зависимости от возраста и состояния. Часть печени за 50 тысяч, костный мозг за 30, сердце за 80. Также возрастает популярность суррогатного материнства, которое может принести до 30 тысяч долларов. В среднем за год на Украине пересаживают 200 органов. Это всего 2% от необходимых операций по пересадке сердца, почки, печени и поджелудочной железы. Местные законы о донорстве совпадают с законами Всемирной организации здравоохранения, которые запрещают живое неродственное донорство. При всем своем желании близкий друг семьи, крестный или крестная, любой другой человек, который хочет помочь и отдать свой орган на пересадку, сделать этого не может. Пока не может. То же касается людей, которые хотят продать свой орган. Как сознался один из доноров, сейчас есть множество людей, готовых продать какой-то из своих органов, но их останавливает страх. Правда, после расставания со своим органом, человеку придется ущеблять, конечно, себя во многом. Например, нельзя пить спиртное, курить, есть мясо. Также нельзя соленое, перченое, острое, кислое и жирное. И если продажа органов в Украине запрещена, пока запрещена, то клинические испытания медпрепаратов на людях законны. Об этом тоже нужно сказать. За испытания препарата на себе человек получает мизер. В лучшем случае около 1000 гривен. В рублях смело умножайте на 2.